Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моя новая знакомая, с которой мы общаемся только день, она называет меня ласковыми словами и хочет обнимать меня. Проблема одна, я этого не хочу. Не хочу слышать, как она называет меня ласковым словом, изъявусь, это даже противно. К сожалению, мне страшно сказать об этом, не знаю почему. Ещё мне не очень приятно с ней общаться, но не хочу отказываться из прогулки. Жалко, что ли? Я не понимаю. Пожалуйста, может хоть кто-то поможет. Помочь вам в чём аноним погадать? Ну, то есть, погадать вам относительно того, чего вы боитесь? Или относительно того, жаль вам её или нет? Мне кажется, что вы просто испытываете, как бы, страх перед отказом. То есть, вам страшно отказать человеку, вы боитесь конфликта. И у вас чувство вины, которое вы несете, ну, вероятно, если не всю жизнь, то вот, какое-то время точно. Ну, вот. Ну, так это предположение только моё. Как оно на самом деле у вас? Ну, вот, серьёзно, вот как на самом деле у вас? Откуда я могу узнать, как у вас, вот, ну, на самом деле. То есть, для этого нужно, ну, с вами поговорить. Вот. Что происходит? Происходит то, что человек нарушает ваши личные границы. Вот, что происходит. То есть, происходит то, что человек нарушает ваше личное пространство. Вот, что пудет сюда. Что происходит? Вот, что такое, что происходит? Вот. Вот, вот, вот ими, вот. Ну, имина вот, файми, нас это. Файми, файми? Файми. Вот, имина нас это файми под видео. Скорее всего, человек вращает личные границы. Класс. Почему она это делает? Почему она это делает, да? Она это делает, потому что вы позволяете ей это делать. К сожалению. То есть возможно она даже не допускает того, что может быть поступает как-то плохо. То есть вы ничего не говорите ей, условно говоря. И она, соответственно, просто не знает о том, что делает что-то плохое. Сама догадаться она либо не может, либо не хочет. То есть это вот детали. И самое главное здесь заключается именно в том, что вот как вы реагируете на то, что вот ваши личные границы нарушаются. То есть как вы на это вот привыкли реагировать. Вот это вот самое главное. Ну, лично я думаю, что ваши личные границы нарушаются довольно часто. Вот. Ну, я так думаю, что ваши личные границы нарушаются. Нарушаются довольно часто. Вот. Ну, вы привыкли как-то вот, ну, вы привыкли к тому, что это происходит. Вы привыкли к этому. Ну, и, вероятно, ну, вот я особо, значит, ну, я особо сюда вещаюсь. Ну, вот. То есть вот, ну, тут вот такой, такой, такой момент есть. К сожалению, да. Вот. Соответственно, что? Нужно учить вас. Нужно учить. Учить защищать твои личные границы. Как я думаю. Как я думаю. По крайней мере. Интересно. А, научившись их защищать, вы, вполне, сможете взаимодействовать с людьми не очень, не очень приятными. как-то, как-то, как-то вот, ну, там, без эшерба для себя. Вот, я думаю, что так можно вам ответить. На этом всё, надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду благодарен, значит, за обратную связь по нему это позволит вам начать на собой работу, позволит вам, ну, двигаться куда вам было бы интересно. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот, то есть вам это позволит определить, что бы вы хотели в себе поменять, например, и хотели бы вы в себе, в принципе, что-то менять. Потому что, опять же, сейчас пока нет, ну, по крайней мере, у меня нет понимания того, в какую сторону вы хотели бы двигаться сами. Вот. То есть хотите ли вы над собой работать или нет, вот у меня такого понимания нету на данный момент, и соответственно, вам, ну, наверное, нужно с этим определиться как-то. вот. Опять же, хорошо сделать это может помочь психолог. вот. Так что выбирайте, выбирайте специалисты и начинайте работать. работать. Я думаю, что все у вас получится. Всего самого доброго. Удачи. Удачи! Удачи!